Любопытный феномен. В руках талантливого человека простой баллончик с краской может преобразить городскую среду. Легкие штрихи превратят серые скучные стены в настоящее произведение искусства. Но у граффити есть и обратная сторона. Странные каракули, нечитаемые надписи или вовсе оскорбительные выражения пестрят на многих объектах закрытого города. Совсем недавно в своем репортаже мы рассказывали о ярких детских рисунках, что украсили остановку у дома пионеров. Но неизвестные, похоже, решили внести свою лепту в творчество юных художников. Досталось стендам как снаружи, так и внутри. Похожую картину наблюдаем и на другой остановке. Здесь не пощадили военные снимки. Повесили. Такие красивые стенды. Не прошло и трех месяцев уже изрисовали. На улице Силкина только что поменяли стенды. То же самое. Не успел ли поставить и остеклить, как уже везде, вот эти мазюкалки. Вы знаете, вот поймать бы этих ребят. И не столько ребят, сколько родителей, которые не воспитывают в детях вот это чувство, чувство вот этого патриотизма. Осквернение снимков Великой Отечественной войны тронуло Валентину Станиславовну до глубины души. Во время разговора ей порой было сложно сдержать слезы. Особенно ей жаль снимок «Комбат» – символ подвига Красной Армии. Едва ли авторы этих надписей были знакомы с трагической историей снимка. «Изрисуются подряд и не понимают даже, что они творят. Это же наверняка молодежь. Если кто-то видел, пускай хоть дадут какое-то пояснение или еще что-нибудь». Проблема вандализма в нашем городе остается открытой. Даже если надписи и пошлые рисунки убрать с остановки удастся, нет никакой гарантии, что в скором времени они появятся здесь снова.